Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Я приветствую всех, кто собрался сегодня, несмотря на летний зной, в этом зале, в нашем знаменитом шоуруме, для того, чтобы поговорить на темы, связанные с развитием новых. Как новых, это уже тоже насчитывает история десятилетия форматов, но новых с точки зрения усиления их влияния на общественное мнение, на общественное настроение, на выявление реальных настроений тех или иных личностей, тех или иных персон, что потом становится предметом бурного обсуждения и очень часто серьезно меняет картину на медиаландшафте, вообще в целом в политической или в той сфере, в которой касаются авторы данного рода материалов. В данном случае, в сегодняшнем нашем разговоре, связанных с так называемой пранк-журналистикой. Так называемое или не так называемое, разобраться нам помогут наши сегодняшние гости. Пранк-журналисты Владимир Александрович Кузнецов, он же Вован, и Алексей Владимирович Столяров, Лексус. Я думаю, рассказывать о них себе дороже, сейчас они сами все о себе расскажут. В Минобороны Великобритании проверяют, как до министра Бена Уоллеса дозвонились российские пранкеры. Утверждают, что им удалось поговорить с французским президентом Монелем Макроном. До британского министра прийти и паттл добраться пранкером оказалось несложно. Российские пранкеры. Российские пранкеры. Российские пранкеры. Когда они снимают телефонные трубки, все тайное становится явным. Элтон Джонс стал жертвой телефонного розыгрыша. Думая, что говорит с президентом Швейцарии. У Вован и Лексуса новый пранк. Пранкеры Вован и Лексус. У Вован и Лексус. В Вован и Лексус. Встречайте главных пранкеров страны. В Вован и Лексус. Встречайте. Всем доброе утро. Спасибо, что вы в такой солнечный день, в каникулы пришли. В 10 утра. На это мероприятие. Надеюсь, все выспались. Сегодня прекрасный день. Прекрасный город. Мы рады быть здесь. И поэтому мы вчера посетили ваш замечательный институт. Пообщались с вашим ректором. Кстати, очень у вас грамотный ректор. Полностью погружен в науку. Именно так и должен выглядеть вуз. То есть человек должен вселять во всех людей, которые в нем учатся, вот эту такую жилку к знаниям. Пообщались с вашим деканом. Тоже человек очень погружен в свою сферу деятельности. Но факультет у вас, конечно же, институт у вас превосходный. Вот эта инфраструктура, медиа, которые дают возможность студенту погрузиться полностью в практические составляющие и находиться постоянно в процессе именно такой практической части журналистики. И потом уже с таким багажом знаний идти в реальную профессиональную деятельность. Это, конечно же, здорово. Но начать хотели бы мы, наверное, с того, что вы считаете вообще, как вот на ваш взгляд, что из себя представляет пранк? Что это вот вопрос? Это вопрос к залу. К залу. Тогда, пожалуйста, значит, если у кого есть что сказать, ну, кстати, и спросить, но спросить позже, а пока ответить на поставленный вопрос. Микрофоны слева и справа находятся у наших коллег, волонтеров. Поднимайте руку, и микрофон вам перейдет. Что такое пранк, да, в вашем понимании? Ну, это розыгрыш. Розыгрыш. А еще есть варианты? Пожалуйста. Это когда ставишь человека в заведомо ложные обстоятельства, ну, и, как получается, его реакцию смотришь на это. Так, еще. Есть? Вообще, вот само слово пранк, вот как давно оно появилось у нас в лексиконе, и, на ваш взгляд, что оно означает? Хватит мучить людей сразу же в телефоны появилось. И в этот момент университет задумался. Ну, это же все-таки университет, а не развлекательный клуб. Поэтому. Хорошо, пранк. Вообще, в принципе, все так оно и есть. Это розыгрыш в переводе с английского на русский. Но в нашем случае пранк – это такой, наверное, производная из того, что изначально это имело какое значение. Это пранк-журналистика. Это симбиоз розыгрыша и именно элементов журналистики, поскольку мы, по сути, берем интервью у своего собеседника, мы задаем те же самые вопросы, которые хотелось бы задать кому-либо из людей, принимающих решения. Но мы делаем это с помощью таких нестандартных методов, представляясь другим именем. Пранк, по сути, сейчас, его можно разделить на две части. То есть пранк такой элементарный. Это то, что люди делают, записывают видео на улицах, как раз то, что вы сказали. Снимают получившиеся какие-то реакции. Второе – это то, что делаем мы. Это разговор с людьми, которые так или иначе влияют на общество и уже потом публикация этих разговоров. Почему это, в принципе, не может быть журналистикой? Ну, как минимум, потому что мы не соблюдаем журналистскую этику. У нас этого нет. С другой стороны, это не может быть и пранком, потому что конечный результат – это уже готовое интервью с ответами на важные вопросы. И тут, наверное, все-таки это что-то новое. Это скорее, как сейчас принято говорить, нью-медиа. Это новый жанр совершенно, который не соответствует уже классически созданному такому предмету, как журналистика. То есть тут нарушаются все рамки дозволенного, можно сказать. Приличия. И приличия, да, и этики. Но, тем не менее, это близко к журналистике, потому что, поскольку в какой-то степени это тоже является четвертой властью, информация, которая в дальнейшем проникает к людям, она влияет на их умы, она может формировать общественное мнение в большей степени даже, чем какие-то классические газеты или выпуски телепередач. Потому что она, в первую очередь, имеет такой ненавязчивый характер. Вроде бы это и не медиа. А сейчас, кстати, медиа доверия СМИ стало меньше, поскольку появляется множество фейков и так далее. Ну и в качестве примеров можно привести еще такие истории, как где использовался метод, этот наш, не наш, но пранкерский. Например, вот есть такие пранки, которые действительно повлияли на ход истории. Это пример. Не так давно вице-канцлер Австрии ушел в отставку в связи с тем, что он стал жертвой пранка. Как таково, по сути, подвергся методам пранка, когда одна женщина, прикинувшись какой-то, то ли женой олигарха, то ли еще кого-то, склонила его дать взятку под видео. То есть она играла роль, все это было снято на видео, все это потом было опубликовано. В связи с этим он ушел, ему пришлось подать в отставку, когда возник такой шум в медиа. Второй там еще интересный вариант, это в связи с украинскими событиями, может быть, вы помните, как три года назад 33 наших гражданина были задержаны в Белоруссии и в Минске, в связи с тем, что якобы готовили переворот в Белоруссии. На самом деле украинская разведка тоже использовала методы пранка. До этого, вот этих 33 человека, она через фейковый сайт завербовала работать на венесуэльских вышках, то есть там был серьезный план, они брали интервью под видом частной военной компании, и вот эти 33 человека, они участвовали до этого в конфликте на Донбассе, то есть они обладали таким огромным запасом знаний того, что происходило, они принимали там участие, на них на всех были уголовные дела. И вот таким образом, предложив им работать в этой частной военной компании, планировалось, что из Минска самолет вылетит, потом на борту как бы кому-то станет плохо, и самолет экстренно сядет в Киеве, и где их уже арестуют. То есть методы вот этих пранка, они уже используются многими разведками. И мы, кстати, тоже, можно вспомнить такой интересный момент, что даже методом пранка не чураются пользоваться и государственные служащие. Вот премьер-министр России, значит, Мишустин в свою бытность любил дозваниваться в такие территориальные налоговые органы под видом обычного гражданина и спрашивать, как работают стандартные услуги, чтобы понять, как налажен сервис. Иногда он любит под камеры звонить, недавно он тоже с главой Росреестра звонил на горячую линию, тоже проверял от имени простого гражданина, как все работает. То есть метод, пранк это все-таки метод, а как он дальше используется, это уже второй вопрос. Что касается нас, как на нас повлияла наша деятельность из последнего, это удаление нашего Ютуб-канала. В связи с тем, что мы дозвонились до министра обороны Великобритании и выманили информацию о том, сколько поставляет Британия вооружение на Украину и как это делается. После этого ему пришлось написать письмо в Ютуб и запросить, что давайте удаляйте их канал, потому что то, что они публикуют, является угрозой национальной безопасности страны. Я также хотел бы попросить больше не поставлять ПТУРы НЛАВ, поскольку они очень часто выходили из строя, для нашей страны это большая проблема. А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более 4 тысяч штук и еще на подходе. Да, все верно. У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром Резниковым, либо пишу ему сообщение. Да, сейчас у нас есть проблема с бюрократией. В стране было два маршрута. Но украинский генштаб решил направить все по одному маршруту, что замедлило поставки вооружения в ту часть вооруженных сил, которые в нем нуждаются. Мы всегда хотели, чтобы вы вступили в НАТО, поэтому и присылали к вам наших военных специалистов на протяжении последних пяти лет, чтобы вы могли выйти на нужный этап. И вам это удалось? Ну, собственно, министр больше всего огорчился, то, что он проболтался о том, что у них самих заканчиваются запасы ракет. И он потом еще долго оправдывался в СМИ о том, что нет, нет, не беспокойтесь, ракет хватит на всех. И забавный факт, что первоначально британская пресса об этом очень активно писала. А то, что их министр стал жертвой пранка, когда мы выкладывали сначала тизеры роликов, потом первую, вторую часть. И в какой-то момент как будто накрылся такой железный занавес. Все британские СМИ в миг перестали писать, что, в принципе, косвенно подтвердилось в письме, которое он отправил министра в YouTube, что о том, что мы с рядом СМИ, нам удалось договориться о том, что они не будут распространять эту информацию, но, пожалуйста, заблокируйте канал, потому что он угрожает национальной безопасности нашей страны. Причем YouTube еще пытался как-то посопротивляться, забавно смешно, потому что там их пресс-секретарь YouTube заявил, что мы проверили канал, и он не нарушает наши правила. На что в Великобритании обиделись еще больше. Видимо, там были какие-то еще договоренности уже устные, и там буквально, наверное, через 2-3 дня канал все-таки не то, что его забанили, его полностью удалили. И там спустя, по-моему, 2 месяца удалили еще второй наш такой резервный канал. Вот немножко вот такой западной открытости. Ну да, то есть мы видим, что уже для целого государства публикация подобных разговоров представляет определенную опасность. То есть не какие-то медиа, не какие-то классические формы журналистики. А вот обычный канал на YouTube может создать проблемы, что министр обороны будет требовать от YouTube удалить запись и, значит, это все-таки как-то на что-то влияет, как минимум, да, вот эта форма журналистики. А четвертая власть – это уже давно не та старая журналистика. Это уже совершенно новые формы. Это аккаунты в соцсетях, по сути. Это сами соцсети, это многие люди доверяют им больше сейчас, чем тому, что привыкли за многие годы до этого слушать. Кстати, хороший еще пример того, как мы общались с одним из коллег, вот этого министра обороны Бена Уоллеса, вот Макрон. Мы сейчас все видим, как Макрон призывает к всевозможным санкциям, как всячески этот альянс и коллеги по НАТО призывают как можно дальше давить Россию экономически и никак не хотят прийти к миру. Но у нас был в нашем опыте и другой Макрон, с которым нам удалось пообщаться еще на момент избрания Зеленского, когда надежды на последнего все возлагали таким образом, что это будет миротворец с точки зрения Украины. Тогда еще не было понятно. История с Макроном, как пример того, как следует в эпоху постправды проверять звонки, она очень показательна. Что сейчас, если могли бы мы раньше представить, что президенты будут общаться друг с другом через мессенджеры по WhatsApp, а не через обычные протокольные беседы. Вот с Макроном у нас состоялся тоже такой интересный разговор, когда мы пытались найти его контакт, и у нас был сотовый телефон Макрона, еще в бытность его депутатам и министрам. Он его, как оказалось, не поменял. Когда его избрали президентом, мы пытались периодически с ним связаться от имени украинской стороны, там еще Порошенко был тогда. Но это было всегда отчетно, потому что он никогда не брал незнакомые номера. И вот у нас подвернулась интересная особенность. То есть когда мы увидели, что Макрон встречается с Зеленским, уже когда были выборы на Украине, Порошенко, Зеленский, и мы видим, что Макрон встречается с Зеленским. Это нестандартное такое, не протоколь. До выборов, да. То есть это совершенно нестандартно, когда глава государства встречается с кандидатом в президенты, еще не главой государства. Для нас это показалось довольно интересным, потому что, значит, мы сделали вывод, они уже визуальный контакт имеют, то есть он знает, с кем он общается. Во-вторых, они общались 30 минут, это значит, 15 минут, скорее всего, ушло на переводчика. 15 минут всего лишь общения, это немного. И в-третьих, у них нет официального канала связи. То есть поскольку у Зеленского еще не было правительственной связи, он просто был обычным кандидатом, значит, скорее всего, вполне возможно, он может написать ему на сотовый телефон. И вот в этот где-то вечер или на следующий день мы написали на WhatsApp Макрона, что спасибо, дорогой, было приятно пообщаться. И просто-напросто ждали реакции президента Франции. То есть мы думали, что он, скорее всего, ответит, ну так вот на ненавязчивый ответ. Вроде бы у него психологически в голове должно проскользнуть. Да, Зеленский, я же с ним общался. Ну вот вроде бы какое-то сообщение от него. И он в этот же день нам шлет. Дорогой президент, это Владимир Зеленский. Спасибо за сегодняшнюю встречу и возможность пообщаться по всем важным темам для Украины. Спасибо за вашу открытость и пожелание помощи нашей стране. Я желаю, что после 21 апреля, а тогда выборы, мы сможем встретиться еще раз, но как президента наших стран. Это мой сотовый телефон. Давайте держаться на связи. И, соответственно, вот он пишет. Спасибо вам и удачи в предстоящие дни. Всего доброго. Потом проходит какое-то время, там выборы, то есть мы ему там писали, он не отвечал. Но мы знали, что если Зеленский победит, значит точно Макрон попытается связаться с ним именно по этому телефону. Если он не проверит еще до этого. Ну, вряд ли он станет проверить. Да, если он... Ну, точно, не надо ему писать, не надо его напрягать сильно. Он сам напишет, как только Зеленский станет побеждать. И вот 21 апреля, значит, Зеленский побеждает. Получаем соответствующее сообщение. Вот от самого Макрона он сам пишет. Что насчет результатов? Надеюсь, что все хорошо. Ответ от нас. Как мы и предполагали, как я и предполагал, результаты очень хорошие. Сейчас у меня 72% по экзитполу. Президент Порошенко набрал всего 28%. И я все еще лидирую во всех регионах Украины. Выборы закончатся через 45 минут. Ну, и мы знаем, что дальше должен Макрон как-то поздравлять. Он пишет, замечательно. Когда я могу тебе позвонить официально поздравить? То есть мы не сами напрашиваемся на разговор, а нам предлагают пообщаться. Да, такой психологический момент, что он сам понимает. То есть мы его склонили к тому, чтобы он сам нам набрал. Давайте послушаем. Мы все знаем сейчас, как Макрон любит общаться по телефону. Да, сами мы знаем, как Макрон любит общаться по телефону. И вот давайте посмотрим первое общение Макрона с Зеленским. То есть это было до настоящего разговора с Зеленским. Поздравление. Оно было вот у нас вот таким. Хочу сказать, что все-таки действительно для минского формата господин Порошенко был не очень хорошей фигурой и я думаю, что он просто тянул заключение мирного договора и наконец-то завершение этого страшного конфликта. Ну вот, то есть он сам признавал, что Порошенко тянет Минские соглашения. Сейчас мы видим все, что произошло. То есть сейчас уже и Зеленский довел до точки кипения весь этот конфликт. Соответственно, вот Макрон тогда считал, что Порошенко тянет. Ну и сейчас он, я думаю, прекрасно понимал, что минский формат никуда не двигается. То есть все это всего лишь разговоры. Ну и мы пришли к тому, к чему пришли. Поэтому это такой интересный метод, который мы использовали в своей деятельности. Но при этом, при всем, мы не хотим, чтобы этот пример стал заразительным, потому что мы никогда не знаем, как он в дальнейшем может на наших учеников сказаться. Поэтому у нас учеников как таковых и нет. Ну и да, и у нас концепция, что мы никого ни в коем случае не призываем заниматься тем же самым, как это пробовать. И что просто мы говорим о феномене нашей деятельности и чего мы достигли. Тем более мы пришли к этому не буквально с нуля, а в принципе это годы деятельности, годы каких-то... Начинали, тренировались на кошках, как говорится, звезды шоу-бизнеса, прочее, прочее. И в какой-то момент, наверное, стали появляться политические пранки, потому что мы, наверное, оба пришли к тому, что нам стала интересна эта тема. Ну и, наверное, переломным стал 2014 год, когда произошли все эти события. Ну и у нас тоже было какое-то присутствие на Украине. На тот момент я был даже два раза в Киеве, был на Майдане во время всех этих событий и вот видел буквально на расстоянии пары метров Порошенко в окружении. Тогда он еще был просто министром иностранных дел, он стоял в окружении журналистов. Я еще спросил, кто это, своих знакомых. Они говорят, а вот там министр, на него все ставят, что это будет будущий президент, потому что он как бы всех устраивает, всю украинскую элиту. Ну и как-то, наверное, пошло с этого, стали развиваться и стали происходить какие-то дальнейшие у нас истории пранки. И потихоньку стало приходить понимание, как устроена специфика всех таких международных телефонных разговоров, как общаются между собой главы государств, министры. И поняли, что здесь можно найти такие маленькие лазейки, когда вот, например, пример с Макроном, когда, например, приходит к власти новый кандидат, новый человек. И здесь можно, допустим, использовать его, когда не установлены какие-то контакты еще между новым главой государства и остальным миром. Или вот нам также помогают вот эти все революционные истории, допустим, когда в 2018 году, благодаря событиям в Армении, когда к власти пришел Пашинян, Никол Пашинян, нам удалось пообщаться с Борисом Джонсоном, тогдашним, получается, он был министром иностранных дел в Великобритании, потом Жаном Клодом Юнкером, президентом Евросоюза Федерико Маггерини, главой ОБСЕ, потому что понятно было, что фигура Пашиняна интересовала в Европе многих, но контактов не было, как таковых прямых выходов. А как обычно строятся переговоры с реальными главами государства или там с политиками, обычно все это происходит через посольство или там, допустим, через установленные связи с советником президента по международным делам, вот как у нас у Путина есть Ушаков, он, в принципе, занимается такими международными контактами, ну и примерно схема строится так. Но понятно, что у Пашиняна не было каких-то контактов, с ним не было, и понятно, что посольства Армении в различных странах, они не будут помогать европейским лидерам как-то устанавливать контакты, когда еще происходили такие революционные события. И мы просто зарегали обычную почту и начали писать по контактам, конечно, не по прямым, потому что у нас прямых контактов не было, через офисы, официальный контакт, они, в принципе, есть на сайтах европейских ведомств, они достаточно открыты. Искали помощников, звонили там, что якобы я помощник Пашиняна, значит, он хотел переговорить с вашим руководителем. Ну и, соответственно, из-за большого интереса на тот момент к Персоне, будущего главы Армении, соответственно, многие европейские политики стали выходить на связь. И самое забавное, что и как нам удалось, допустим, пообщаться с Борисом Джонсоном, мы подумали, что, ну, все-таки, наверное, достаточно сложно будет пообщаться напрямую с министром иностранных дел Великобритании, и мы зашли с уровня пониже, мы обратились к министру иностранных дел Великобритании по Европе, то есть такой, как заместитель министра иностранных дел, просто другая должность. И с ним поговорили совершенно нормально, на какие-то общие темы, без какого-то подвоха, потому что, в принципе, он как бы нам был неинтересен, нам был интересен его шеф. И, соответственно, после того, как прошла беседа, мы ему в конце, значит, говорим, а не могли бы помочь нам установить связь с Борисом Джонсоном? Ну, на что он говорит, конечно, без проблем, давайте я переброшу ваш запрос в офис Джонсона. Что, собственно, и случилось. И, конечно, когда ты видишь письмо не от какого-то там левого, да, e-mail или там, что надо проверить, а когда из, собственно, уже там департамента, то у тебя не будет каких-то вопросов или желания это все перепроверить. Вот так же была, то есть там история произошла с Бэном Уоллесом, потому что пообщались мы с ним не напрямую, а сначала с министра внутренних дел в Великобритании, госпожей Паттелл, вот, и, значит, также попросили ее организовать разговор с Уоллесом, на что она нам ответила, хорошо, пожалуйста, и, значит, тоже через их департамент, через министерство отправили письмо в Минобороны. Ну, вот такая история, как с Макроном, она достаточно уникальна, потому что обычно прямых номеров каких-то у нас нет, и они, в принципе, нам и не нужны. С Макроном она еще и уникальна, потому что последовала дальнейшая реакция. Ведь сначала, когда был опубликован этот разговор, Елисейский дворец не стал опровергать, но и подтверждать эту информацию, что, кстати, наверное, в какой-то степени правильно, потому что отрицать это, наоборот, ты вызовешь волну негатива в свой адрес, потому что тебе будут всегда это припоминать. А вот сам Макрон, его реакция, это, конечно же, отдельная история, и я не знаю, как президент такой державы может так реагировать на пранк, потому что переписка в WhatsApp не закончилась, она продолжилась на следующий день. Давайте посмотрим, когда уже все это было опубликовано. Он такой решил сыграть в детский сад, можно сказать, повел себя как ребенок. Если ты поверил, что я президент Макрон, на одну секунду, это на самом деле, это вообще сумасшествие. Ты должен быть лучше организован. Спокойной ночи. Но, пишет, но я реально счастлив говорить с тобой, как мой президент разговаривает с настоящими президентами. Хорошая попытка. Хорошая попытка все равно. Он две минуты думал, чтобы написать. Видимо, да. Ну, мы ему ответили, да не беспокойся, это был хороший разговор. Давай держаться на связи, господин не Макрон. И дальше он ответил. Замечательно, мистер Незеленский. А, дальше мы пишем. Разговор с Зеленским, разговаривая с Зеленским очень скучно. С настоящим Зеленским. С настоящим. Наш Зеленский был более интересен и шутлив. Он такой пишет. Да, он был очень прям и провокативен. Это реальная политика, не сомневайся. После этого он нас забанил. Ну вот мы можем представить, какой человек ведет переговоры вот сейчас на международной арене регулярной степени. Ну это на самом деле, да, как исключение из правил, потому что также наш любимый вопрос, в кавычках, где вы берете номера телефонов, мы нигде не берем, потому что нам они в принципе не нужны. И в основном вся коммуникация проходит через офисы, через помощников под достаточно длительной цепочкой. Порой неделями и даже в некоторых историях месяцами. Вот пока ты там согласуешь все, согласуешь время, дата, потом какие-то темы, какие будут обсуждены, потом бывает, что нас спрашивают, вот как у нас было недавно с мэром Берлина, пранк, нас спрашивали, что скажите, помните, мы вам отправили помощь в марте, не могли бы вы рассказать, что с ней случилось перед этим разговором, на что мы пишем, да, там все, мы изучим опрос, хорошо, давайте, давайте, значит, обсудим это позже. Вот, ну и в самом разговоре было забавно, что мы с этого начали, сказали, да, вы интересовались помощью, что вы нам отправили, да, вы знаете, ее разворовали все. И был такой потрясающий ответ мэра, да, я, конечно, понимаю, у вас сложная ситуация, надеюсь, все те люди, которые украли всю эту помощь, направят все равно ее в нужное русло. Вот на них. Да, это так, но мы живем в эпоху новой реальности, то есть сейчас эпоха постправды, все находится в цифровом варианте, все на экране, люди уже перестали встречаться друг с другом, все идет через вот такие видеоконтакты. сегодня у нас даже есть для вас премьера. Чуть попозже будет. Попозже? Маленькая премьера. Я думаю, попозже, у меня сейчас вопросы-ответы, когда пройдем, а потом заинтригованные участники встречи сегодня получат ваш подарок. Ну и год назад мы решили попробовать уйти уже от аудиозвонков, стали делать видео из-за того, что, конечно, до ковид, и, соответственно, все перешли в видеоформаты, Zoom, Teams, WebEx, стали очень популярны, и достаточно, конечно, гораздо интереснее смотреть собеседника лично, видеть реакции, чем, допустим, просто аудио, но и тем более подтверждения здесь гораздо больше, что это с тобой говорит реальный собеседник, а там не какой-то пародист и там прочее, прочее. И первоначально начали, это было с истории, когда там с Алексея Навального, там его задержание, и, значит, мы начали обзванивать, наверное, весь мир, весь западный мир от имени Леонида Волкова, тогда был громкий шум, соответственно, была такая повестка интересная, что все на Западе сопереживали Навальному, и им как-то хотелось поддержать эту историю. Тренд, как сейчас Зеленский. Вот у нас была Тихановская и, значит, Леонид Волков. Они параллельно действовали, охотились, можно сказать, и вот у Алексея было небольшое сходство такое с Леонида Волкова, что он использовал, мы пообщались со многими европейскими парламентами, выступили в парламенте. Алексей там, а у нас этого видео нет? Ну да, вы можете поискать, загуглить, там, на Рутубе посмотреть, как, допустим, самое эпичное выступление Леонида Волкова в парламенте Ниндерландов, когда они увидели депутаты как бы Волкова в таком халате домашнем, с кружкой биг-боссы, который требовал у депутатов срочно перечислить ему биткоины, и показывал нового лидера оппозиции, это такую копилку под названием копилку-хрюшку с изображением свинии, это новый лидер оппозиции, мистер Пик, дайте ему денег. Ну, депутаты, конечно, были очень поражены, но вот все равно закончили разговор, у нас все было очень позитивно, вот, и даже мы добрались до Австралии, выступили в Австралии, причем даже еще не укладывали эту запись, там тоже было очень забавно, причем мы искали, когда готовились информацию по парламенту Австралии, чтобы вы думали, основная тема, даже статья в англоязычной Википедии по парламенту Австралии это то, что там происходит постоянно сексуальные скандалы, что там кого-то все постоянно домогаются, а когда они домогаются, то там сами что-то делают с собой, прямо на рабочем месте, действительно, как бы мы были очень удивлены, провели разговор также, и, значит, в конце говорим, что вот такая проблема, мы бы с радостью к вам приехали, и, значит, очень вас поддерживаем, но вот у нас Юлия Навальная, она нас предупредила, что она не хотела бы с вами связываться, потому что это некие репутационные потери для нас, для нашего оппозиционного корпуса, потому что очень у вас какие-то странные отношения к женщинам, что она боится, если она приедет к вам, то, значит, что-то с ней случится нехорошее, и, значит, там депутаты были в шоке, одна женщина даже убежала в туалет почему-то и вещала оттуда, и, значит, председатель комитета по международным делам начал оправдываться, что нет, нет, у нас безопасно, не бойтесь, а там новости реально, что генеральный прокурор Австралии, он оказывается там несколько лет назад кого-то, ну вот, все понятно, вот, и, значит, мы обсудили эти моменты, они, значит, стали убеждать, что нет, все хорошо, у нас такого нет, и, значит, мы попросили, значит, женщин-парламентариев, что там анонимно нам написать, если вдруг их держат в заложниках, мы обязательно эту информацию опубликуем, потом была Светлана Тихановская, это уже такой замечательный пранк был с NET, National for Democracy, это некоммерческая организация, которая тайно поддерживает все какие-то антигосударственные, антироссийские движения в России уже и в Беларуси на протяжении десятков лет, там прекрасная была дама, которая сказала, что мы имеем разветвленную сеть ячеек в России, и там все у нас хорошо в этом плане, все зафиксировано на видео было, то есть видео, конечно, более интересно, и как раз в пору нового времени они очень актуальны, и нам в первую очередь интересно видеть собеседников, конечно, здесь вообще телефоны не нужны, потому что как идет договоренность, также через офисы, советники, помощники, и, соответственно, кто-то просит, или мы предлагаем, давайте мы создадим ссылку там в Zoom, допустим, и вам скинем, или вы нам пришлите, ну, остается только самое важное, открыть в назначенное время и дату Zoom, и, значит, включить запись и вести разговор, ну, тут, конечно, самый волнительный момент не то, что сам разговор, а вот именно стадия вот этого всего согласования длительная, и не проверят ли тебя, не там сорвется ли в последний момент этот разговор, потому что часто бывало, что, допустим, за несколько часов они пишут, ну, видимо, культурные люди, воспитанные, они пишут, что, извините, но этот разговор не состоится, ну, когда, соответственно, они понимают, видимо, как-то проверяют через посольство, что это не те личности, то, соответственно, иногда пишут, иногда просто там нет человека в назначенное время, так что, вот, в принципе, наверное, основной ответ, где мы берем телефоны, ну, по сути, не берем нигде. Начинаем сессию вопросов-ответов. Самые интересные сессии всегда бывают для зала, для наших и заочных, и очных участников. Я надеюсь, что она будет интересной, легкой и познавательной в том числе и для наших гостей. Итак, пожалуйста, ага, ну, раз уж в ваших руках микрофон, вы тогда начинайте, а вы, пожалуйста, передайте микрофон в первый ряд сюда. Во-первых, я хочу поблагодарить вас, поблагодарить за вашу смелость, за вашу грамотность. Меня зовут Эля Петрова, и у меня следующий к вам вопрос. где вы или ваши юристы видите грань, когда кончается шутка, ну, пранк, да, вот, и наступает административная ответственность, то есть грань с хулиганством или вот вот эти вот юридические моменты и большой ли у вас юридический штат, если можно, ответьте, пожалуйста. юристы. Спасибо. Ну, в принципе, тут проблем нет, потому что мы понимаем, да, где эта грань, и понятно, что там мы не говорим, что там уважаемый там какой-нибудь господин Макрон, не могли бы вы, вот, значит, мы вам скинем номер карты Сбербанка или еще какой-то счет и отправьте нам денежки, пожалуйста, на этот счет, или, значит, ваша карта заблокирована, да, здесь, в принципе, действуем, как вот здесь как раз действуем, как журналисты, когда, наверное, мы выманиваем какие-то интересные ответы на вопросы и по общественно значимой и социальной, политической тематике, потому что даже вопросы личной жизни, они нам не интересны, и мы там не звоним, не там каким-то звездам, да, не спрашиваем, а с кем вы там спали, а что это там у вас за любовник был, новый ли этот любовник или старый, вот, чтобы не было вмешательства в личную жизнь, а политики должны быть ответственны перед своим народом, перед своими избирателями, ну, и тем более сейчас в такое сложное время, когда вот это кулуарное мнение, оно интересно и нам, и тем же людям, которые их избирали, в принципе, оно должно звучать, потому что сейчас у нас время фейков, время дезинформации, и мы, конечно, не претендуем полностью, да, что все слова, которые нам сказали собеседники, там, чистая правда, конечно, у них есть свои интересы в этом разговоре, и понятно, что они в определенной степени будут как-то больше симпатизировать нашему собеседнику, кем мы притворяемся, но, наверное, здесь больше какой-то откровенности, чем в интервью официальных, чем в заявлениях в прессе, потому что мы знаем, какие политики у нас бывают скользкие, и что официальным каким-то вещам не особо стоит обычно доверять большинстве своем. Поэтому, в принципе, мы всегда аккуратно, и как нам пишут иногда в комментариях, шутейки такие, только не развяжите третью мировую, в принципе, вроде бы все в порядке, и мы знаем, знаем, эти границы, наверное, на уже интуитивном уровне. Можно поаплодировать, кстати, что-то как-то все так задумались. Вообще, мне тоже из того, что я слышал, показалось, что это все-таки больше журналистика, потому что задача журналиста это ставить внутренний мир своего собеседника и выносить на... Тем более, если он принимает политически значимые решения. Но мы, когда даем интервью, даже не принимая никаких решений, мы хотим казаться этому миру чуть лучше, чуть красивее и вписываться, в том числе, и в уголовный кодекс. А что там сидит внутри, вот это можно достать только профессионалам. Для этой профессии существует журналистика в том числе. Вот вы хорошо сказали, возможно, это новый метод изъятие той информации, которая на самом деле очень глубоко сидит и очень важна на самом деле. Для того, чтобы не допустить, в том числе и Третью мировую, был вопрос. Вы только представляйте, пожалуйста, потому что не все зрители знают. Рамиль Акберов, газета «Вечерний Казань». Поступали ли вам какие-нибудь угрозы от жертв ваших пранков и пытался ли кто-то эти угрозы воплотить в жизнь? Вроде бы нет. На самом деле это такие политики, публичные люди. Понятно, что любая угроза будет сразу во внимании всей прессы. Так, никто не... В принципе, кто хотел бы что-то сделать, тот бы не стал об этом публично заявлять. А так пытаются внести всякие санкционные списки. Я помню, в 2018 нам тоже запретили въезд на Украину на три года. не знаю, продлевали или нет в принципе. За то, что мы там тоже что-то угрожаем национальной безопасности, территориальной целостности Украины. А еще якобы за то, что мы не... как-то без лицензии приехали в Донецк и продавали свои книги. Будто мы стояли у прилавка и их продавали. Просто приехали в город с презентацией нашей книги, которая вышла в 2018 году. пытаются нас как раз Леониды Волковы внести в свои санкционные списки, но там больше трех тысяч человек. Видимо... До нас не сразу очередь дойдет. А по поводу именно таких пока европейских, американских, ну, вроде пока не было, но уже я смотрю, что там добавляются и актеры какие-то российские, так что может быть как-нибудь и до нас у них дойдут руки, когда уже некого будет совсем добавлять в эти списки. Не знаю, кстати, что в Великобритании может там на каком-то уровне что-то куда-то внесли, но об этом не сообщают публично. А так, в принципе, именно таких официальных, конечно, нет угроз, просто говорят это там все компания дезинформации, это все ФСБ, КГБ и прочее, прочее. когда уж, в принципе, понятно, не хочется говорить, что вот всю нашу там систему безопасности так обошли, выставили нас дураками, поэтому лучше представить, что это все была какая-то гигантская спецоперация, на которую были потрачены миллионы, миллиарды, и значит, все так произошло, как писали, когда, по-моему, с кем мы сделали с Фейгиным и Надеждой Савченко, пранк, когда она сидела здесь, на Украине взяли комментарий какого-то бывшего генерала КГБ украинского, и он сказал, что эту операцию курировал лично Путин. Так что вот так. Спасибо. Давайте так, сейчас ваш вопрос, потом вы микрофон передадите на первый ряд, потому что мы чуть-чуть промахнулись, а я обещал, а потом уже будет хорошо. Следующий. Вот так вот пойдем. Здравствуйте. Я интересуюсь вашей деятельностью еще до широкой известности вашей, поэтому здесь вы не будете против, если я два вопроса задам. Первый вопрос действительно касается вашей связи с государственными органами российскими, потому что если сейчас довольно очевидно, что вас продюсируют на государственные деньги, то есть через холдинги там связанные с Russia Today, например. А мы вообще с Russia Today никак не связаны. Я хочу закончить вопрос. Я не говорю об этом как в чем-то плохом, просто на мой взгляд довольно объективно в контексте этой ситуации, что вас сейчас очень выгодно продюсировать. Вот. Если сейчас допустим вы явно замешаны, на мой взгляд. Так, давайте все-таки вопрос. Да, да, вопрос. Мы сейчас опять к уголовному русску вернемся. Вы изначально планировались как проект, который будет связан с государственными деньгами, или вы начинали как просто два друга, которые веселились. И второй вопрос, он немножко связан. Откуда деньги? Не совсем. Деньги понятны из бюджета Российской Федерации. Я не осуждаю. Сам хочу их получать. Второй вопрос. Он вот вы в пранках всегда говорите своими настоящими голосами и безумно поражает, что люди не выкупают, что это не тот человек. Ведь все же знают голоса от Мазеленского и кого угодно. И такой вопрос. Это явно какой-то навык охмурять людей и кем-то прикидываться. Кроме пранков вы использовали этот навык, может быть, в своей прошлой жизни на собеседовании каких-нибудь, или там, чтобы кредит в банке взять, чтобы миллионерам прикинуться. Взяли кредит когда-то. Если да, если да, то как этот навык можно развить? Ну, вообще развивать не надо никаких таких странных навыков противоправных. А с голосом все довольно… Мы сами удивляемся, потому что, ладно, там Зеленский какой-то, а политики. Ну, прямо потрясающая история, когда в 2020 году феномен был Греты Тунберг, когда девочка прославилась на весь мир и буквально стала звездой за пару месяцев, мировой звездой. И у нас было всегда желание такое попробовать пообщаться с такими звездами мирового шоу-бизнеса. В основном они там, все понятно, в США, в Калифорнии базируются. Но не было возможности придумать от кого. Потому что одно дело общаться с политиками это гораздо проще, чем поймать какую-то голливудскую звезду, потому что там реально огромный штат помощников, работают целые медийные компании. Не то, что в России, конечно, потому что там не сравнить уровень, не сравнить масштаб. Гораздо труднее найти этих агентов всех, которые занимаются звездами. И в 2020 году появилась прекрасная Грета Тунберг. И мы посчитали, о, надо попробовать использовать ее, чтобы выйти там на западных звезд. И самое интересное, что действительно все слышали, наверное, голос Греты Тунберг. У нее вот такой четкий скандинавский шведский акцент, который вообще ни с кем не перепутаешь. И вот благодаря Грете нам удалось сделать, наверное, пранков 20, там, начиная вот, не знаю, Вупи Голберг, Шерон Стоун, Билли Айлиш, Принц Гарри, и там заканчивая Трюдо, Джастин Трюдо, который с ней лично общался минут 30, сидели они друг напротив друг друга, Берни Сандерс, тогдашний кандидат в президенты, США Камала Харрис, это нынешний вице-президент. Вот и на хайпе всем хотелось пообщаться с Гретой Тунберг. Были причем разные мотивы, звезд, политиков, кто-то хотел, кто-то реально, у кого-то были реально какие-то, ну, большой интерес и желание помочь в экологической повестке, как, например, Вуди Харрисон, Памела Андерсон, вот они хотели пообщаться с Гретой именно как с экоактивисткой, а кто-то, как вот, Камала Харрис, например, или был еще такой певец, есть, Шон Мендес, вот, они хотели, они причем нам официально написали, а вы не против, если этот разговор будут наши операторы снимать на видео? Понятно, чтобы это использовать дальше там в плане пиара, что вау, там смотрите, Камалу поддерживает Грета Тунберг, значит, молодежь должна голосовать за Камалу, мы, конечно, пишем хорошо, да, там мы не против. Тогда мы видео не использовали, и там приходилось придумывать какие-то оправдания, что ой, тут Грета плывет, например, там где-то по Атлантическому океану, связь плохая, значит, и, значит, беседы не будет. Или как у нас также оборвался разговор с, по-моему, с Харрисоном Фордом, да, а отдали нам телефон офиса, ну, как бы не прямой контакт, мы связывались через офис, мы перезвонили в офис, и там какая-то женщина взяла трубку, мы сказали, о, это Грета Тунберг, она такая, Греточка, да, там у вас закончился сейчас с Харрисоном разговор, мы говорим, нет, нет, тут связь оборвалась, она, о, Грет, давай, оставь свой номер, мы тебе перезвоним, мы говорим, у нас проблема, я сейчас плыву по, я сейчас в середине Атлантического океана, дайте номер Харрисона, ну, конечно, они без проблем записывали, вот, и, значит, и что нас удивило больше всего, что у нас всего было четыре девочки, которые на протяжении вот этого, вот этой, вот этой кругосветной регаты Гретты, они общались с разными политиками, звездами, и никто из звезд практически не, причем, ладно, политики, там были люди, музыканты с идеальным слухом, например, музыкант, Квин, Брайан Мэй, да, вообще они не почувствовали какого-то подвоха, говорили, девушки не с каким-то акцентом, обычный русский, ну, нормальный английский, хороший, русский акцент, вот, ну, или какой-то там нейтральный, вот, но странно было бы не заметить, когда, ну, понятно, что люди там все посмотрели, хоть раз там подготовились выступление Греты, такой классический скандинавский акцент, или же Мэйси Уильямс, которая играла, Арию Старк в «Игре престолов», она почувствовала, причем прямо в начале подвох, она сказала, она бросила трубку и написала на ватсапе, что можно я напишу Грете в Инстаграм, потому что что-то мне Грете голос не нравится, значит, и, ну, понятно, как бы она раскусила, а так вот реально человек 20, и с музыкальным слухом, они не не разобрали, как бы они даже не хотели вдумываться, кто это, потому что на 100% были уверены, что это Грета Тунберг. Тут еще, наверное, дело в том, что в интересе, заинтересованности того человека, с кем мы общаемся, в том, чтобы поговорить там с нашей персоной, потому что мы же там в определенный момент звоним, там, когда вот этот человек на хайпе, когда с ним важно, выгодно для себя пообщаться, и, наверное, как-то личность, там, какие-то личностные особенности не уходят уже на дальний план, вот, и мы сами удивлены, а по поводу, конечно, мы не звоним от имени каких-то знакомых людей, понятно, мы не будем там звонить от, там, не знаю, Назарбаеву, бывшему, да, от Лукашенко, которые общаются, постоянно общались друг с другом, знают друг друга, ну, и там голос Лукашенко все знают на постсоветском пространстве, и странно было бы, от него звонить, и обычно мы подбираем людей, которые, ну, или практически не связаны какими-то там отношениями, или, ну, вот, допустим, встречались пару раз где-то, разговоры буквально были там 20-30 минут, но, в принципе, здесь не так важно, или вот из последних, когда мы общались, Кличко с европейскими мэрами, причем со всеми мэрами, с которыми мы пообщались, были реальные встречи у реального Кличко, но так же все было нормально, никто никаких к нашему Кличко претензий не предъявлял, вот, так что здесь нам самим тоже поразителен этот феномен, ну, в принципе, есть и некое, да, оправдание, почему это бывает, и, конечно, мы подбираем людей, которых, в принципе, мало знакомы, ну, а по поводу первого вопроса, нет, там, ни с кем не связаны, понятно, понятно, что нас, как всегда, контент могут использовать, наш контент, в своих целях кто угодно, да, выгоден он там российским государственным медиам, да, конечно, но нам не жалко, почему нет, используйте на свое, как бы, усмотрение, как хотите, понятно, что какие-то фрагменты там не будут звучать, вот, например, меня, например, тоже возмущала, когда была история с Билли Айлиш, пранк с Билли Айлиш, и мы спросили ее от имени Греты, расскажи, пожалуйста, вот ты была в Москве недавно, приезжала, как тебе Москва, как тебе Россия, что ты вообще думаешь, ну, она, и она была у Ивана Урганта на передаче, на что Билли говорит, о, это вообще был там прекрасный ведущий, с которым я там была счастлива пообщаться, это, наверное, один из самых, честных, каких-то откровенных, он, то есть высказывал свои эмоции честно, как мне показалось, вот, ну, и тут мама, ее вмешивается в разговор, там была мама ее на линии, она говорит, что все, конечно, все, конечно, хорошо, но вот то место, где это происходило, оно нам очень не понравилось, оно какое-то там было все обшарпанное, там мы не смогли даже принять ванну, и тому ведущему было очень стыдно, он нас отвел в свою гримерку, чтобы мы там, значит, все процедуры сделали, и вообще нам кажется, что этот ведущий несчастлив, и его держат там насильно, и, конечно, когда СМИ использовали, да, там у нас государственное, они взяли только первую часть, когда там Билли говорила, что там она, а, даже ладно государственную, сам Иван Ургант, сам Иван Ургант в своей передаче вот этот фрагментик там включил, и сказал, как его нахваливала Билли Айли, что про вторую часть, когда момент был о том, что вот, что там матери не особо, как-то понравилась, понравилась атмосфера, и вообще то, что его держат насильно, Ургант, а там он почему-то не озвучил в эфире Первого канала или где-то у себя в соцсетях, хотя, например, этот пранк был полностью выложен, да, ну и, конечно, там, когда кому-то что-то выгодно, они там определенный кусочек используют, но нам не жалко, и мы всегда рады, когда на нас пишут, там, ладно, берите эту часть, берите ту, но это, на самом деле, это не только в России происходит, также классический пример, это в США, когда там есть четкое разделение республиканские, республиканцы и демократы, есть пулы республиканских, есть демократических СМИ, и когда мы, например, делали пранк с, с Адамом Шифом, конгрессменом, главой комитета по разведке, конгресса, который занимался расследованием, якобы, связи Трампа с Россией, и мы звонили ему, вот как раз, по-моему, министра, примером Украины, и, значит, обещали, мы раскрыли такую схему страшную, о том, что, значит, у России есть компромат на Трампа, как он, значит, когда он приезжал в Москву, он, значит, встречался, к нему в отель приезжала Ольга Бузова, и подкладывала, значит, участниц Дома-2, и, значит, есть вот эти компрометирующие видео на Трампа, а, значит, связующее звено, это Ксения Собчак, она крестная дочь Путина, значит, она вот этой всей цепочке, ну, короче, вот эту безумную схему, он очень заинтересовался, и, как ни странно, мы ему даже нарисовали так красиво, с кружочками, кто за кем идет, там, отправили ссылку на Википедию, значит, и, как ни странно, он передал всю эту информацию ФБР, чтобы они расследовали связь Ксении Собчак и Ольге Бузовой, вот, и, значит, когда мы все это опубликовали, понятно, что демократические смесы, они дружно про это промолчали все, зато все республиканские СМИ об этом писали, о том, что, вот, посмотрите, конгрессмен, который, значит, травит нашего Трампа, он на самом деле дурак, идиот, и отправляет, как бы, бред, розыгрыш пранкеров российских ФБР, то есть, он вообще некомпетентен, и как он вообще может, в принципе, что-то расследовать, и даже про нас, значит, там, на Fox News все это вышло, и этот фрагментик разговора сам Трамп у себя в соцсетях выложил, в Твиттере своем, о том, что вот там русские ребята разыграли вот идиота, который ведет против меня дело. Вот тут забавно, что демократические СМИ вообще про это промолчали. И другой пример, когда у нас был пранк с этим, с, как его, не Митч Макконнелл, а конгрессмен, который расследовал, про Турцию было, про поставки ракет, Грэм, а, Линдси Грэм, он был республиканец, у нас с ним был пранк, значит, и мы развели его тоже, а, от министра обороны Турции. И, значит, все республиканские СМИ об этом промолчали, зато все демократические СМИ, и самое смешное, даже там была драка за эксклюзив, мы отдали это, кто там был, там два СМИ, которые дрались за эксклюзив, по-моему, и, значит, там две журналистки даже поссорились, в Твиттере начали писать друг другу, что там, я первая, нет, я первая, вот, и, значит, они травили этого Линдси Грэма. Та же история была похожая в Польше, когда после выборов в 2020 году там был, значит, Анжи Дуда и нынешний мэр Варшавы Рафальд Шаковский, с которым вот недавно у нас пранк был, вот, и мы, значит, позвонили в 2020 году, после того, как Дуда выиграл выборы, ему поздравили, его поздравили от имени Генсека ООН. Получился забавный пранк, и, значит, все СМИ, которые поддерживали его конкурента, Дуду об этом начали писать, в плане тоже, что вот, зачем, зачем же мы выбрали Дуду, когда вот на самом деле его развели, и он вообще там на английском еле говорит, и вообще такой бред по телефону говорит, ну, как бы, мы сделали там неверные выборы, кто те люди, которые говорили, голосовали за Дуду, и, причем, нам многие писали комментаторы, там, зачем вы, а, почему вы сделали пранк, это тут только сейчас, если бы вы сделали его до выборов, там, буквально за неделю, то Дуда бы не выиграл эти выборы, что мы ответили, тогда бы Россию точно бы обвинили во вмешательстве во внутренние дела Польши, да, что мы привели к власти другого человека, вот, так что, все, кому там что-то выгодно, они используют это в своих интересах, пожалуйста, мы выкладываем записи полностью, и желающие могут что-то послушать, как-то, мы же не говорим, что, никогда не говорим, там, посмотрите, это там, допустим, это плохое, это хорошее, у нас каждый человек делает собственный выбор, и даже вот из последнего был пранк с мэром Польши, и многие писали, что там он нормальный человек, нормальный там, хозяйственник, мэр, типа, к нему нет претензий, вот, ну, и понятно там, что про госорганы, ну, уже сколько раз говорили, вроде бы никаких связей нет, уже обвиняют давно, но пока ни одного доказательства, хотя у нас расследователей, да, миллион, как бы, пока что-то, про нас никто расследований не делал, что мы там с кем-то связаны, и показывал какие-то счета, переводы денег, от каких-то государственных структур. Спасибо. Такой длинный ответ, такой полный развернутый ответ на достаточно сложный блок из двух частей вопросов. Пожалуйста. Газета Республика Татарстан, я представитель классической журналистики Феррида Якушева. Значит, у меня два вопроса, раз уж два человека, уж позвольте. Значит, первый вопрос, вот вы, значит, на какую реакцию вы рассчитываете, наверное, когда вы делаете пранк, пранк, вы ждете реакцию. Какая реакция для вас самая желаемая, для какая реакция нет? И удавалось ли вам предугадать реакцию того или иного агента? А второй вопрос, популярность и вот эта слава, она, в общем-то, имеет свои минусы. То есть вы станете известны, и когда-то это все дело закончится, придумать противоядие. Какое может быть противоядие, и чем вы займетесь потом, когда... На многие говорят, а почему еще про вас уже там все пишут, и на Западе, почему вам еще верят, и еще столько пранков удается устроить? Ну, вот такой феномен, может быть... Ну, на самом деле, люди... Сейчас у нас новости идут вообще молниеносно, сегодня одна новость, завтра уже другая, и про твою новость уже забывают. Сейчас читают, скорее, заголовки, наверное, чем содержание. И, наверное, человек просто, который может быть там стать жертвой пранка, он думает, что, ну, это случится, явно не с ним, с ним все хорошо будет, а вот как-то посмеется, и это забудется. Ну, и тем более, у нас же не какой-то конвейер, да, что вот мы каждый день что-то кому-то звоним, что-то пишем, это достаточно такое все-таки сложное дело, и там на весь мир, даже там на западный мир, на Россию, ну, оно там выходит там несколько штук, там пранков в месяц, да, допустим, максимум, так что все, в принципе, чувствуют, наверное, в себе безопасность, и тоже, да, многие удивляются, что как так, почему это еще происходит, но вот случается. Наверное, потому что все-таки тут тоже какой-то наш профессионализм есть, ну, и все-таки новости, они быстро пропадают из повестки, быстро забываешь об этом. Там сегодня одного разыграли, завтра совсем другая новость, уже завтра все. Вот, допустим, та же Грета Тунберг. Как прошел год, и что Грету победил ковид, потом спецоперации, потом выборы в США, как бы про нее уже, в принципе, она уже, если бы вот сейчас мы пытались бы так же звонить от ее имени на Западе, то, ну, сомневаюсь, что такое количество людей, как тогда, с ней бы захотело общаться в принципе. Так что, здесь тоже зависит от какой-то медийности, наверное, хайпа вот этого на каком-то персонаже. Желаемая реакция, чтобы то, что наш собеседник сказал, оно стало известно общественности, и чтобы общественность сделала свои дальнейшие выводы. И собеседник бы отреагировал на то, что он сказал в нашей беседе. Так положительно или отрицательно, то есть тут уже не важно. Главное, чтобы информация, которую он сказал, была донесена до слушателя, до наших зрителей, им была дана какая-то оценка, не знаю, либо положительная, либо отрицательная. Вот. Но там увольнение или еще что-то, ну, это не наше, это не наше прерогатива. И самое главное, вот, чтобы мы достали то, что необходимо для общества, чтобы то, что общество до этого не знало или какие-то выводы не были сделаны, чтобы они все-таки были совершены. Ну, и здесь тоже, наверное, некие желания такого, некого эксклюзива, как все, наверное, журналисты хотят в каком-то интервью получить какую-то очень интересную информацию, которая нигде не была озвучена этим персонажем. В принципе, вот как-то так. Наверное, в принципе, да, как вот то же самое, что и желает любой хороший журналист от беседы со своим каким-то контрагентом. Спасибо. Ну и, да, да. Парни Салям. Хорошие увольнения. Он же Макрон, кто его уволит, да? А вот все-таки под вопрос, если позвольте, прежде чем вы... Увольняли на самом деле послов, послов Украины в Турцию уволили после разговора и, по-моему, еще какого-то посла. Ну и понятно, это истории такие кулуарные, не будут, никто не будет увольнять прямо сразу после разговора, потому что, чтобы не, как бы не ослабить там свою позицию, не сказать, что вот мы из-за пранка уволили там нашего там чиновника, какого-то политика. Так же говорят еще забавные комментарии, мы читали в западной прессе, что по поводу Бена Уоллеса, министра обороны, сейчас же идет гонка за кресло нового премьер-министра Великобритании, и Бен Уоллес как раз на тот момент, когда был пранк, он был одним из вероятных кандидатов, потому что у него была очень сильная поддержка Великобритании, ну и в принципе вот в кругах элиты тоже он был на очень хорошем счету, и здесь что мы видим, он как бы сказал, что я вот не хочу участвовать в этой гонке, не интересует кресло премьер-министра, но сам в отставку не ушел. То есть может быть даже наш пранк с ним как-то повлиял на то, что он мог бы стать новым премьер-министром Великобритании, но конечно мы об этом я думаю вряд ли узнаем, потому что вряд ли это будет озвучено, что там происходило после этого всего. А вам слабо наших тоже? С нашими тоже были, бывают герои. С нашими тоже были пранки еще по-моему в 12-13 году, в принципе с этого и начиналось, вот, и у нас до сих пор лежит пранк с одним из лидеров КПРФ, очень забавным, он общался. Давайте вот наших, вы предлагаете министра обороны России? Я никого не предлагаю, но попробуйте, конечно легче. Дело не в этом, дело в том, что мы русские люди и мы не будем, особенно как раз, когда сейчас такая сложная ситуация, подставлять свою страну. Это в первую очередь. Просто мы же никогда не говорим, что у нас все такие хорошие, белые, пушистые, все добрые, да, и там нет коррупции, нет никаких проблем в стране, мы это никогда не говорим, у нас куча своих проблем, и там мы не говорим, что вот на Западе дураки, у нас тут самое умное, как бы мы, что-то им невозможно позвонить. Позвонить можно всем, но вопрос, как бы надо ли это делать сейчас. Спасибо. Давайте тогда продолжим. Ваш вопрос, а микрофон передайте, пожалуйста, назад. Да, да. Парни, салям, меня зовут Эмиль. Вопрос следующий. Ваша деятельность может привлекать людей со стороны как заказчика, наверное. То есть это для каких-то глав стран, возможно, может быть привлекательно как услуга. Обращались ли к вам вообще с просьбой пранкануть кого-то конкретно там по заказу, либо выводить нужную информацию, ну и может быть, если это не секрет, расскажете про самые интересные случаи и самые высокие ценники. По поводу ценников у нас была забавная история с Великобританией, когда мы сделали от Греты Тунберг пранк с принцем Гарри. Причем сделали еще до этого скандала, когда он ушел из королевской семьи, с Меган, они там уехали в Канаду. Мы просто тоже как раскидывали всем e-mail каким-то звездам, политикам и подумали там оу, там принц Гарри, интересная фигура, надо попробовать с ним связаться. Причем на это у нас ушло два месяца на то, чтобы организовать разговор с принцем Гарри. И в итоге нам приходит на электронную почту сообщение, что просто без имени, с какого-то практически левого ящика, там, привет, я знаю, Грета искала меня, я с радостью с ней готов пообщаться, и подпись просто H, ну, английская. Вот мы подумали, кто это, кто это, кто это может быть. Тут вспоминаем, может быть, это Гарри, это как бы, ну, не может быть, хотя, и, значит, мы пишем, да, хорошо, да, все-все отлично, давай пообщаемся, выбирай время, дату, какую хочешь. Значит, ответа нет. У нас проблема, что иногда письма отправляются в спам, вот, поэтому мы взяли просто еще раз уже с Gmail, отправили еще раз, что там, а, точнее, не с Gmail, а с, там, по-моему, Proton, Proton Mail, отправили письмо, типа, вот вы писали нам на ту почту, но, возможно, наше письмо ушло в спам, значит, мы хотим пообщаться, и да, нам пришел ответ через пару часов, да, это нам это Гарри, давайте пообщаемся, и самое смешное, что разговор произошел 31 декабря в 9 часов по Москве, Алексей в Екатеринбурге был, у него вообще был в 11, вот, и, значит, он шел 30 минут, и Алексей еще пишет там в общем чате, типа, когда уже надо заканчивать, Новый год, типа, делал, как бы, делал других много, вот, и, значит, и в январе начинается вот этот весь скандал с Гарри, и мы, значит, думаем, надо что-то по этой теме сделать, с ним спросить, а что он ушел из семьи, там, что случилось, какие у него планы дальше, вот, и, значит, мы просим его, а давай еще раз, поговорим с тобой, он говорит, да, хорошо, давай, мы еще пишем, а, вытащен разговор Меган, вот, но он вышел один, и, значит, мы решили, подумали, может быть, предложить каким-то СМИ эту тему, потому что это прямо был тогда хайп-хайп, понятно, не в России, да, вот, а именно в Британии, ну, и вообще в западном мире, потому что, ну, это, наверное, ни с чем не сравнится, как у них все вокруг вертится королевской семьи, там есть специальные, даже отдельные журналисты, которые занимаются именно королевской семьей, там, допустим, королева чихнула вчера, или там королева вышла прогулять своих корги, вот, и, значит, мы предложили, мы выложили, по-моему, первую часть разговора, написали им, и они сначала не поверили, вот, но у нас все-таки был бэкграунд с этим, с Элтоном Джоном, ну, и там еще какими-то западными, там, многими политиками, ну, то есть, это не просто какие-то ноу-нейм лица, пишут, а мы там развели принца Гарри, да, выложили этот разговор, часть, и, значит, они сразу, буквально сразу написали, пожалуйста, удалите, немедленно удалите это с Ютуба, мы хотим купить у вас весь эксклюзив, все права на этот ролик, типа, мы, значит, делаем там у себя статьи, а, значит, вы нам даете 72 часа, то есть, вообще полный эксклюзив на 72 часа, вот, и, значит, они нам прислали, соответственно, гонорар, очень хороший, официально причем, на счет Сбербанка, через Свифт, тогда он еще работал, через, по-моему, там что-то Лондон, через Нью-Йоркский филиал Сбербанка, и Сбербанка, вот, уплатились с этих денег налоги, причем потом, в следующем году, и, да, действительно, вышла обложка, они прямо вот, мочили несчастного Гарри тогда, несколько дней, наверное, благодаря нашим пранкам, и прямо обложка газеты The Sun, это как раз самая желтая их газета, там все, все выходило по поводу Гарри, потом еще Билли Айлиш им отдали, вот, то есть, вот так зарабатывали, но это скорее не то, что нам там кто-то что-то, какие-то задания или предложения дает, а вот именно, что мы сами где-то изворачиваемся, как-то предлагаем какой-то контент, который был бы интересен тому или иному медиа, а в России, кстати, Гарри особо как-то и прошел незамеченным, потому что мы там кидали, и мне даже журналистка напишет, ой, там какой-то Гарри, ну, а что такое, дадут как бы обложки всех ведущих британских и американских изданий вышли просто про него и про нас, и мы бы дальше были на обложке, что самое забавное, какие еще бы были истории, была еще забавная история, когда нам предложили, попросили, получится ли прорекламировать одного человека, там, чтобы он как-то, какие-то СМИ про него написали, но это не в плане сделать какой-то фейковый пранк, а просто, чтобы его имя упоминалось в пранке, и об этом, как бы, и оно засветилось в прессе, что, собственно, мы и сделали, как ни странно, просто тогда очень был удачный момент, мы назвали, у нас был пранк тогда по теме Венесуэлы, она была тогда очень актуальна, мы пообщались со спецпредставителем США по Венесуэле, который должен был заниматься этой тематикой, потом как раз вот этим вот параллельным главой Венесуэлы Хуаном Гуайдо, и, значит, сообщили американцу о том, что, значит, знаем имя держателя тайных счетов президента, нынешнего президента Венесуэлы Мадуро, значит, назвали имя этого человека, вот, и понятно, и он это написал, а, и Гуайдо написал об этом у себя в Твиттере, что вот этот человек, он, значит, проводит тайные сделки, которые там не подпадают под санкции, под санкции, вот его, значит, надо внести во все санкционные списки, провести расследование, и, конечно, западная пресса, когда на тот момент у них был очень большой интерес к Гуайдо, они все это начали писать, и этот человек постоянно крутился, и даже Форбс российский написал про него, написал его биографию, что, значит, вот у него такой там бизнес, и, значит, вот его подозревают в отмывании денег президента Мадуро. Ну, не знаю, этого ли эффекта хотел этот человек, вот, но, в принципе, он остался доволен, и, как бы, мы за эту рекламу получили там определенные неплохие средства, вот такая тоже была забавная история. спасибо вам. Так, давайте вот у вас вопрос, потом у вас вопрос, и есть еще кто-то, кто вот очень будет нас так, ох, как много. Давайте тогда не по два вопроса, все-таки по одному небольшому вопросу, чтобы мы успели, у нас же еще ждет сюрприз, как мы договаривались. Да, я уже забыл. Да. Давайте с вас, да. Спасибо. Здравствуйте. У меня к вам есть такой вопрос. Вы сказали, что вы можете влиять и на многих зрителей, в том числе и за рубежа. Не думали ли вы позвонить некоторым зарубежным элитам и российским элитам и обсудить завершение войны? А мы обсуждаем, в принципе, вот сейчас актуально, что, в принципе, что вы думаете о всей ситуации, и последние пранки у нас были тоже со звездами, со Стивеном Кингом, с Джоаном Роллинг, что вообще думает зарубежная западная элита, как у них воспринимается вся эта ситуация, кто называет это войной, кто спецоперацией, как они это видят и что они думают вообще в принципе в дальнейшем. И как раз сейчас мы тоже представим человека, с которым тоже у нас получился довольно забавный разговор. Мы с ним пообщались от имени как раз Зеленского, что он тоже думает об этой ситуации и вообще хочет ли он прекращение или вообще будет ли он требовать что он давайте сейчас же у нас на Западе какая основная политическая точка зрения, что Украина должна воевать. И значит и в основном и в медийных кругах на Западе она в принципе такая же. Но вот тут немножко другой пример, вот здесь мы услышим человека, который как раз говорит, что Базиленскому, что вы должны идти на мирный переговор. То есть мы эту тему сейчас обсуждаем, потому что это очень актуально. Спасибо. Так, ждем. Давайте только короткие вопросы. Все там работает, там микрофон под запись. Я хотел у вас спросить. Во-первых, спасибо, что приехали к нам за выступление. Спасибо, что пригласили. То есть я хотел спросить у вас, вот вы упомянули про то, что как бы в России есть проблемы свои и какие на ваш взгляд самые актуальные, как их можно решить. И второй вопрос краткий. У меня был, вы сказали, что у вас как бы есть определенная грань. Вот с волосом вы сказали, что вы что-то не выложили, что касается конкретно Великобритании. То есть можете в обучих чертах описать, что именно. То есть вы часть не выложили, вы сказали, что вот это не нужно выкладывать. Так, все-таки на один какой-то вопрос ответить, потому что у нас прямо очередь, очередь микрофона. Давайте про вот что вы считаете самым значимым, актуальным. Да, а волоса оставим на следующую встречу. Ну как у нас говорят, что дураки и дороги, да, сейчас с дорогами вот в Казани по крайней мере, по-моему, как мы ехали из аэропорта, вроде, а, строят, да, у вас там красветку, чтобы расширяли. Вот, а в России, по-моему, эти две проблемы, но вторая, наверное, побольше, гораздо побольше. некомпетентность, наверное, бюрократия и глупость. Это те проблемы, которые присутствуют сейчас в России. Не везде, не поголовно, но вот это, наверное, одни из основных. Ну и да, у нас еще проблема, как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, вот как мы сейчас видим, что происходит, и сейчас что-то, мы тут дружно все начинаем, ой, что же делать, а почему же это… Это про некомпетентность. Почему же это раньше не было сделано, а как оказывается, у нас этого нет и вообще даже там… и не планировалось как-то. А тут в последний момент как бы хватаемся за голову, что же делать, и надо там быстро, быстро что-то налаживать производство или там быстро искать какие-то альтернативные пути. Спасибо за честный ответ, откровенный. Пожалуйста. Ваш. Здравствуйте. Бизнес онлайн. Улья Фадхулина. Я у вас хотела уточнить. Вот вы сказали, что получаете какие-то гонорары. Можете озвучить, вот на чем вы сейчас зарабатываете, поскольку у вас YouTube канал, он заблокирован, и о каких суммах идет речь, грубо говоря, там в размере, там в разрезе месяца. В какой валюте вам? В рублях? В какой валюте удобно им? В рублях. Но сейчас все, с запада деньги уже перестали приходить. Приходится, да. Ютуб, поскольку YouTube закрыт, то сейчас логично, что мы будем продвигать отечественного производителя контента, Рутуб. Мы сотрудничаем с ним. Амбассадоры Рутуба. Мы являемся амбассадорами Рутуба. Мы получаем определенные вознаграждения. Мы не можем его сейчас озвучить по определенным причинам. Во-первых, это наши соглашения с ними частные. Во-вторых, я думаю, что наше сотрудничество довольно позитивно для обоих сторон, поскольку мы раскручиваем Рутуб. У нас хорошие показатели для Рутуба. Мы часто цитируем эту платформу в СМИ и медиа, где только можно, в том числе на Западе. Об этом пишут. Наверное, сейчас мы сосредоточены на этом. Помимо этого, мы делаем какие-то другие частные проекты. Даже пишем сценарии для определенных телеканалов. Это такое ответвленное наше, наверное, хобби. Про сценарии. У нас такая интересная история. Мы еще в осени прошлого года пообщались с руководством одного из федеральных каналов, предложили им такой сценарий мини-сериала как раз про пранкеров. И, как ни странно, он оказался даже связан с текущей ситуацией. Нам все акцептовали, заключили договор. И даже нам полностью уже деньги выплатили. Сценарий мы еще написали в конце года. Но несколько все притормозилось из-за того, что хотели просто видеть одного человека в продюсерах или который был именем этой всей истории. Но он сейчас, к сожалению, из-за 24 февраля он несколько охладел ко всему и в основном находится за границей. Поэтому у нас несколько притормозилась вся эта история. Но мы надеемся, что все возобновится, потому что мы хотели снимать еще. И руководство канала подтвердило договоренности, что все в силе, мы готовы. Мы хотели снимать еще летом, а этим летом, и чтобы все вышло, соответственно, осенью. Но пока несколько все притормозилось. Но надеемся, что сериал все-таки выйдет. И мы его снимем. Вот все-таки уточните, пожалуйста, вот примерно сколько стоит купить ваш пранк. Вот у вас же покупали западные таблоиды. Вот хотя бы там какой-то разрез. Бесценный. Не знаю. Красивый ответ. Вы знаете, вот если мы сейчас вам назовем сумму, значит, мы можем продешевить. Да. Поэтому мы не будем. Все зависит индивидуально. Здравствуйте. Если можно, я в последнем ряду обещал сейчас вопрос. А потом вы. Добрый день. Меня зовут Айдар. Вот человеку свойственно ошибаться. Были ли у вас какие-то сожаления после публикации контента? То есть или вы проверяете как бы материал до того, на этапе подготовки или до публикации? Спасибо. Да, нет. Если он именно по содержанию никаких проблем нет. Бывают какие-то, ну, понятно, технические там проблемы или там, например, какая-то может быть ошибка в субтитрах, когда мы их делаем. Но это какие-то технические ошибки и они там недостаточно критичны. А вот именно по содержанию мы всегда, да, выверяем, чтобы там все было четко, ну, нормально, как, когда это публикуем. Так что в принципе тут нет проблем. Спасибо. Ну, это к вопросу мы в ответе за тех, кого пранканули, да? То есть вот вы же говорили, какие-то дипломаты работу потеряли, какие-то политические доверия лишились. Не чувствуете вот своего такого? Их никогда не бывает жалко как-то, тем более мы же не издеваемся когда мы так над ними. Ну, они выбрали свой путь и то, что понятно, там их послушают, но тут зависит все от их прямоты, от их честности. Если там человеку особо нечего скрывать, если он сказал какие-то правильные, нормальные вещи, то и к нему претензий не будет никакого. Потому что и бывают достаточно забавные реакции там на пранки. Конечно, сейчас любят говорить, это все там Кремль, провокация, спецоперации, ФСБ, а есть забавная реакция. Например, у Жанна Клода Юнкера их офис заявил, что наш президент вообще со всеми готов пообщаться и с пранкерами, и с президентами, так что звоните, кто хочет. Особенно забавная реакция была у Стивена Спилберга недавно. То, что он сказал, что сначала он сказал, я не говорил вот этих слов, которые прозвучали в СМИ, потом ему стали кидать ссылки на этот ролик. Он сказал, но я говорил, да, конечно, но я думал о другом, я подразумевал другое. То есть тут было смешно. Сначала, что я не знал, кто такой Бандера, когда он сказал, что там считается, что Бандеру героем, он сказал, якобы Зеленского, он думает, что говорит об этом Зеленскому. Потом, значит, первоначально, да, он сказал, что это все тролль, бред троллей, и значит, он вообще ничего такого не говорил, а потом, значит, сказал, что он просто не знал, кто такой Бандера, а в финале сказал, что я думал, что Бандера это один из генералов или советников Зеленского. Спасибо. Так, кто вы? Здравствуйте, меня зовут Диана, и у меня такой к вам вопрос. Вы можете назвать три причины, почему вас не можно считать спецпроектом российских спецслужб? Почему три, почему не пять? Это коротко. А, коротко, спасибо. Ну, я не думаю, что, ну, вообще, мне кажется, что если бы это был какой-то суперпроект, то, ну, пранки, пранки бы вы просто бы не услышали, большинство бы, потому что спецслужбы у нас любят тишину и какой-то контент, если ты хочешь влиять, да, на ситуацию, допустим, когда зацепил собеседника и дальше его ведешь, 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 там, что-то ему внушаешь, чтобы он действовал в твоих интересах. Ну, понятно, что это не стоит тогда публиковать, потому что, если ты тогда публикуешь, то все, вся цепочка, вся система сорвется и вся такая деятельность, она вообще не публичная. А у нас, ну, практически весь контент, мы сразу же, ну, практически сразу, если вот сейчас брать времена, мы сначала делаем это все в рамках шоу на Рутюбе, это несколько дольше, да, а потом уже выкладываем, сразу после этого уже готовый пранк, то, что, отдельный пранк, вот, и, в принципе, не думаю, что там с 2004-2007 года спецслужбы настолько были продуманными, да, что вот так взрастили таких специалистов, и все это было так, на таком уровне продумано на протяжении стольких лет. Но если это так, то это какой-то должен быть гениальный, супергениальный проект. Ну, и вообще, в принципе, не думаю, что это возможно, особенно с нами. Спасибо. Так, да, во-первых, это слишком, наверное, креативно для ФСБ или для каких-то еще органов, ну, они действуют, наверное, не так, больше в классическом плане. Ну, может быть, может быть, сейчас что-то изменилось, может быть, у них какие-то появились более-более креативные подходы, не знаю, сейчас все меняется, и, конечно, методы какой-то информационной борьбы, они совершенно другие, чем это было даже там 10 лет назад, совершенно другой мир. Ну, да, вот как вы докажете, что вы не являетесь массовкой ФСО сейчас, вот условно говоря, все. Да. И причин 10 желательно. Все сидят под крышей государственного учреждения, которое называется Казанское федеральное университет, то есть уже связь с государством обозначена, да, и все, три причины вы уже дальше не найдете. Как недавно написали эти немецкие СМИ, Алексей давал интервью, большое интервью, где-то там на минут 30, наверное, и, значит, его журналист расспрашивал, расспрашивал, значит, и спрашивает, а где вы, ну, как бы, тоже, где вы там получаете деньги, и, значит, Алексей говорит, ну, мы сейчас работаем с Рутюбом, это аналог Ютуба, соответственно, мы там амбассадоры, и, значит, получаем, как бы, деньги оттуда. И выходит материал, как бы, из всего интервью вырван, вообще интервью нет, то есть там пранкеры рассказали, где они, на самом деле, то, что они связаны с государством. Почему связаны? Потому что Рутюб, эта платформа, она принадлежит Газпрому, значит, они получают напрямую от Газпрома деньги, а Газпром, это же государство, значит, им государство платит деньги. Вот, то есть, вот, вот такая тоже логика у людей. Ну, как бы, так, вопрос. Сколько человек у вас в команде? Ну, пока что двое. А помощники все равно? Ну, то есть, над проектами двоим? Ну, например, не связаны, как с пранками, вот, как была история с Гретой Тунберг, там вообще были знакомые девушки, которые общались даже там с каким-нибудь, там, Берни Сандерсом, Сандерсом, они не знали, кто это, они не знали, просто с кем они общаются, потому что мы, конечно, говорим кто это, но им как бы плевать просто. Какой там мужик там, типа, мы даем им заготовленный текст на английском, и, значит, они просто его в разговоре читают, а роль тогда отца Греты играл Алексей, потому что Грета была несовершеннолетняя, как бы, и понятно, она там с папой вышла, ну, мало ли, какие-то звезды будут пошлые вещи предлагать, еще что-нибудь. Вот, а папа, соответственно, был таким модератором, он направлял беседу и отвечал на какие-то вопросы, которые там, допустим, Грете задавали, потому что, потому что, как бы, девушкам особо это было, как бы, ну, неинтересно, и чтобы они не путались, не там боялись, вот, или бывают переводчики, например, но они тоже не связаны, как-то, с пранком, и мы им тоже платим какой-то гонорар за перевод, или там, допустим, за синхрон в разговоре, или уже финальный, когда мы отдаем полученный разговор на перевод, чтобы они сделали текстовку, уже мы с ним, как бы, работали дальше, вот, то есть, или, допустим, когда тоже по России мы звонили, у нас есть такой прекрасный тоже человек, ему уже, это где-то 40+, у него прям такой идеальный чиновничий голос, и когда мы звоним разным, там, каким-то чиновникам, тоже по России, он их вот постоянно так строит, там, почему вы это не сделали, значит, вот, вам надо так сделать, или давайте рассказывайте, что у вас там за скандал произошел, значит, я вам дам такой совет, значит, такую рекомендацию, это сделать, потому что, ну, наверное, нам бы не особо поверили, а вот прям идеальный голос для работы с политиками, чиновниками, именно там, как-то по России также у нас есть в команде, ну, и, конечно, команда, которая там сейчас у нас продакшн свой, который занимается, ну, именно контентом в техническом плане, там, все, студия, вот это все, набор операторов, монтажеров, но мы в это не вникаем, это не наш вопрос. Спасибо. Я думаю, что вот время подходит увидеть обещанный сюрприз небольшой. Потребует он ваших комментариев предварительно? Нет? Решайте сами. Мы все во внимание. мы сегодня обещали представить. Новый пранк. Это разговор с одним известным режиссером американским. Он тоже часто влияет на умы общественности, иногда даже нестандартными, нетрадиционными методами, с помощью медитации. Его слова часто цитируются, в том числе и на политической арене. Это такой гений, можно сказать, даже не хоррора, довольно странных фильмов. Вот один из них, наверное, многие знают, называется «Твин Пикс». Мы решили поговорить с Дэвидом Линчем на тему мирных переговоров от имени Зеленского. Сейчас многие режиссеры, актеры занимают позицию, что нужно воевать до последнего украинца, нужно обязательно победить Россию, а то, что там какие-то переговоры, но это уже не актуально. Сейчас мы посмотрим версию Дэвида Линча на тему того, как должен вести себя Зеленский. Я искренне этому рад, господин Зеленский, и я очень рад иметь возможность говорить с вами. Сегодня моя задача рассказать вам о группах экспертов по мирному урегулированию, о которых я вам писал, и призвать вас к тому, чтобы поддержать работу группы экспертов по мирному урегулированию со стороны Украины. Сейчас настало время для мира, и технологии для достижения настоящего мира существуют. Вам необходимо ими воспользоваться и сформировать такие группы экспертов по мирному урегулированию в интересах Украины, страны с населением 44 миллиона человек. Вам нужно лишь извлечь квадратный корень из одного процента от этого значения, что составляет 700, порядка 700 экспертов по мирному урегулированию. Технологии достижения мира, хотите верьте, хотите нет, гораздо более действенные, чем технологии войны и убийства. Это поле внутри нерелятивистского абсолюта. Существует поле относительности, а под ним лежит нерелятивистский абсолют. Это внутреннее поле, поле существования, сознание чистого блаженства, поле мира, может быть наполнено энергией, и оно окажет воздействие во всем мире, через мир, счастье, вселенскую любовь. когда это поле наполнено энергией, люди не хотят причинить друг другу вред, они хотят дружить, они хотят сделать рывок вперед и решить мировые проблемы. Сосредоточьтесь на мире, на том, чтобы положить конец этой войне, а потом устойчивом мире после ее завершения. Первый фрагмент. Вот такой необычный способ решения военных конфликтов предлагает Дэвид Линч. Вот мы хотим поинтересоваться, все-таки в университете, может быть, кто-то знает специфику работы вот этого поля и абсолюта, и что же имел в виду, как это будет работать господин Линч? У меня тоже возник вопрос, скорее, к вам, походу. Зеленский-то вообще поймет, к чему его призывают? Потому что Дэвид Линч был в необыкновенном концерте ведущий, помните, у Образцова, да? Я все время думаю, не слишком ли я интеллигентный для этой публики, да? Вот все-таки интеллекты Дэвида Линча, безусловно. А, кстати, есть кто готов прокомментировать услышанное? Пожалуйста. Добрый день. Все под запись, все работает. Добрый день, ребят. Ну, во-первых, все-таки спасибо, что приехали. Я в телеге увидел, даже действительно радовался, что смогу прийти. Причем ход абсолютно свободный. У меня вопрос такой, но он больше философский. Вот, даже не знаю, как вот это сказать. Вот так скажем, вот не столько образованность, сколько критическое мышление, западного обывателя. Ну, то есть, понятно, о гражданах каких стран идет речь. Он как-то, что ли, сместился. Ну, вот я когда смотрел ваш пранк с Джон Роулинг, когда вот вы сказали про то, что давайте вместо молнии мы там сделаем трезубец и еще пусть он с чупом будет. Ну, то есть, на этом моменте уже стоит понять то, что что-то тут не так, стоит задуматься. Но нет, как-то вот она дальше продолжила. И, ну, если с ними, допустим, все понятно, вот даже то, что я сейчас увидел, действительно с ними все понятно, как нам самим тренировать свое критическое мышление, чтобы мы, так сказать, видели подвохи вокруг нас. Спасибо. Ну, нужно, во-первых, иметь сразу несколько источников информации, чтобы понимать, какой из них, как минимум, говорит неправду. То есть нужно, во-первых, опираться и на свой опыт, и никогда не иметь какой-то один именно источник. Для этого нужно именно анализировать, знать хорошо предмет, иметь компетенцию в нем и как можно больше интересоваться всем, что происходит, расширять кругозор, как минимум. Думать, наверное, кому в первую очередь это выгодно. Вот такая подача, допустим, материала. И потому что мы видим там многие материалы, которые, допустим, с одной стороны написаны. Понятно, там один и тот же материал, может быть, написан по-разному совершенно. Чтобы это выгодно было там одной стороне, а это может быть выгодно другой. Так что, в принципе, здесь… Вообще сейчас очень трудно как-то разобраться, потому что фейки могут быть и там, и там. И просто какая-то информация, которая специально, как в телеграм-каналах, так же бывает, купленные посты какие-то проплаченные, чтобы там кого-то раскритиковать или наоборот кого-то защитить. Ну, просто всегда надо, наверное, думать, что везде могут быть свои подводные камни, свои какие-то вещи. Ну, да, воспринимать информацию к сведению, но не 100% верить, что вот это так и есть, а это там неправда. Черное и белое. Потому что везде есть вот эти полутона. Какого-то прямо стопроцентного рецепта. Ну, сейчас трудно, наверное. Потому что сейчас очень трудно обмануться. По Линчу у кого-то, может быть, есть… Давайте следующий отрывок тоже, вот его советы посмотрим. Советы Дэвида Линча. Что ж, следует мне напрямую провести переговоры с Путиным, чтобы достичь данного соглашения? Да, вам следует поговорить с ним напрямую. Вам следует поговорить с ним напрямую. Позвоните ему по телефону. Организуйте виртуальный ужин с ним. Обсудите все вопросы. Найдите действенное решение. Это просто нелепо. Всякий раз, когда возникают проблемы, есть что-то, что нужно ему. Есть что-то, что нужно вам. Вы обсуждаете эти вопросы за виртуальным ужином и находите выход из ситуации на практике. Таким образом, вы полагаете, что нам с ним следует выпить по пиву или что? Да, вам с ним нужно выпить по пиву. Хорошо. Да, даже по паре кружек пива. Это при том, что остальные, как называются, лидеры общественного мнения призывают к тому, чтобы игнорировать все российские попытки прийти к миру. Вот какая-то все-таки здравая идея у Дэвида Линча присутствует здесь. Давайте сразу следующий еще отрывок посмотрим. Вы могли бы поговорить с президентом Путином об этом, пока будете пить пиво и, возможно, что-то есть. Поговорите об этих вопросах и вы придете к осознанию того, что вы оба люди. Но, знаете, вы встречались с моим коллегой, Петром Порошенко. Да, мы с ним встречались. Вы с ним что-то пили? Я пил кофе. Я думаю, полагаю, что мы с ним пили кофе. Окей. Я думаю, что он алкоголик. У меня не было времени, чтобы выпить с ним что-то алкогольное. О, это печально, печально. Остановите происходящее любым способом, которым можете. Поговорите с Путиным и... И задумайтесь о мире. Задумайтесь о дружбе. Задумайтесь о том, как можно ладить друг с другом и помогать друг другу. Ну вот, мне кажется, достаточно понятный и довольно актуальный смысл, который, несмотря на то, что сейчас присутствует в западной цифровой сфере, высказанно Дэвидом Линчем. Я думаю, что вот эти слова, они скоро уже дойдут до самого адресата, до Зеленского, а уже дальше ему решать, как действовать. Наверное, вот этим все сказано. Спасибо большое. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Спасибо вам. Спасибо за то, что пришли. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин